Анита объявила конкурс на самые полезные завтраки, которые заряжают энергией на весь день. Присланные вами рецепты она оценила вместе со своими друзьями, фитнес-тренерами Игорем Обуховским, Сергеем Конюшком и Вячеславом Узелковым. Каждый эксперт выбрал своего победителя, который придет ко мне в гости и приготовит свое блюдо. Первый выбор сделала Анита. Она не устояла перед рецептом полезного фруктово-йогуртового десерта. Первая победительница конкурса полезных завтраков, который объявила Анита. Наша постоянная зрительница Нина вместе с мужем Виктором, она сегодня у меня в гостях. Анита, чем он тебя поразил? В этом рецепте меня привлек состав продуктов. Я тут же решила попробовать приготовить этот завтрак для себя и прочувствовать свои ощущения. Творог и банан очень хорошо дали ощущение сытости, а киви и йогурт дали ощущение легкости и такого приятного вкуса. Мне до обеда совершенно не хотелось кушать. Я была полна сил и энергии. Научимся готовить? Да, научимся готовить. Для начала мы протираем творог через сито. Дальше орешки нужно подсушить и измельчить. Любые можно брать. Я беру грецкие орехи, кому какие нравятся, пожалуйста. А это ваш супруг сидит в первом ряду? Виктор, а как вам нравится вот этот завтрак из йогурта, творога, фруктов? Вам по вкусу он? Ну, вы знаете, это мой любимый десерт. Особенно вот бананы, киви, немножко кисловатые. А сколько лет вы вместе с мужем, с Виктором? Недавно у нас была серебряная свадьба. 20 января, 25 лет. Прелестно. Наш незаменимый домашний йогурт мы принесли с собой, сами приготовили. Мы уже давно делаем йогурт и сами. Когда начались проблемы с желудком, врач посоветовал делать домашний йогурт. Мы делаем из закваски, в состав которой уходит лакта и бифидобактерии. А еще симбиотики. Вот когда приезжают дети, мы делаем 2-3 литра йогурта. Сколько детей у вас? Одна дочка. А для себя мы делаем 1 литр. И я немножко в баночки оставляю, и на следующий день делаю еще один йогурт. Йогурт. Теперь туда же мед. 2 столовые ложки меда. Корица. Так, у нас получается все ингредиенты там. Сейчас будем перемешивать. Да. Мы использовали специальную насадку в нашей кухонной машине, благодаря чему все ингредиенты смешали до однородной консистенции, вообще без усилий с нашей стороны. Смотрите, как быстро получилось. Пересыпаем творог в мисочку. Какая пышная смесь получилась. Так, девочки, давайте почистим фрукты. Один бананчик и полтора киви. Каким образом порежем? Кубиками. Большими? Средними. Киви мы нарезаем кубиками для прослоечки, а остальное взбиваем в фруктовую массу. Я очень большая фанатка вашей программы. Спасибо! Вы мне очень нравитесь, и нами, и вся ваша программа. Я смотрю очень часто. Мы очень часто собираемся на кухне, и как раз в то время, когда она идет, мы смотрим вашу передачу. И вот такая положительная энергетика идет, и заодно записываем хорошие рецепты. Итак, у нас есть для прослойки такие кубики банан и киви, и есть для фруктового пюре. Сейчас берем все фрукты, которые у нас остались, и измельчаем пюре. Полтора банана и плод киви отправляем для приготовления фруктового пюре. Ну, это мы наверняка делаем для того, чтобы десерт получился не только вкусным, полезным, еще и красивым. Мы добавим сок шпината. Получилось? Очень красиво. Теперь будем формировать наш десерт. Три стаканчика возьмем. Сначала высыпаем пюре в мисочку. И раскладываем по стаканчикам. Самое интересное. Первый слой белый. Можем доверить Аните. Ниночка. Я. Ну, вы, наверное, свою дочку, когда она приходит в гости, первым делом спрашиваете, когда уже будет внуки? Да. Да? Да. Хочу внуков. Я понимаю. Какая знакомая фраза. Как твоя мама делает тоже, да? Каждый раз. А ты что отвечаешь? Я говорю, мама, я уйду в монастырь, еще раз спросишь. А ваша доченька как отвечает? Нет, она говорит, мама, я еще достойного. А, вы на таком этапе подготовки? Да, да. Но я так думаю, что Виктор очень строго следит за тем, чтобы достойный оказался самым достойным на белом свете, да? Да. Она когда была маленькая, она говорила, у меня будет пятеро детей. Пятеро детей. Пятеро детей? Да. Так вам нужно много десерта уметь готовить. Ну, так правильно, с чем мы стремимся. Конечно. Я выполнила первый слой, который вы мне доверили. Теперь что? Прослоечку с фруктов. Руками по чуть-чуть киви и бананчика. Анечка, я по бананам. И орешек. Я по кивам. Теперь слой пюре. Прекрасно. И фрукты, кусочки фруктов помогают не перемешаться прослойки из йогурта и творога с фруктовой прослойкой. Прекрасно. Да, кушаешь, а может так приятный вкус. Сейчас, конечно, не завтрак, но у меня слюни текут. Скажи. А у Аниточки слюни текут только на здоровую еду. Поэтому мы будем использовать этот инстинкт. Я думаю, что не один слой будет, да? Еще к одному. Опять прослоечка фруктов. Опять белый. Еще один фруктовый слой, и наш десерт готов. Я пока напомню, как мы его готовили, а потом мы обязательно попробуем. Возьмите домашний йогурт, творог, киви, банан, мед, корицу, грецкие орехи, сок шпината, мяту для украшения. Взбить в блендере перетертый творог, йогурт, мед, корицу до однородной массы. Почистить и нарезать банан и киви. Часть фруктов измельчить до состояния пюре, часть нарезать кубиками. Переложить десерт в стаканы слоями, украсить орехами и мятой. Попробуем, девчонки? Мне нравится, что все ингредиенты в этом десерте здоровые. И он действительно получается сладеньким. И появляется ощущение, что ты ешь какой-то прям Наполеон, что ли, или медовик. Да, легкая кислинка, которая благодаря киви здесь присутствует, так освежает. Нина, это просто сокровище, а не десерт. И шпинат же не чувствуется, правда? Неа. А у нас, конечно, есть для вас сюрприз. Спонсор торговой марки Гудфуд дарит вам подарок и желает, чтобы ваш желудок работал как часы. На здоровье. Спасибо большое. Привет, Ютьюб. Хочешь отличную фигуру? Тогда подписывайся на наш канал, и мы будем заниматься с тобой вместе. Субтитры сделал DimaTorzok